Украли миллиарды, у какого-то банка исчезли миллионы. Это не физическая безопасность. Физическая безопасность, ну, она работала раньше, а сейчас как? Сейчас деньги просто исчезают. Сидят эти хакеры, взламывают какие-то системы, никто ничего не взламывает. Намного проще взломать человека. В этой безопасности нужен мультидисциплинарный подход, нужны профессионалы с разных наук. Смогут ли ваши сотрудники выстоять с вами некую войну? АЛЕКСАНДР, ПРИВЕТСТВУЮ Александр, приветствую. Привет. Сегодня, на самом деле, у нас не совсем стандартное интервью, потому что сегодня, по сути, встретилось два амбассадора. Да, я как амбассадор Академии EPSI, и вы как амбассадор Института информационной безопасности. И вот у меня первый вопрос, который хотелось бы обсудить, это вопрос того, как вы для себя понимаете амбассадорство, то есть, что вы вкладываете в это понятие, что это лично для вас, для того, чтобы вы понимали общие, скажем так, наши зрители, в том числе я поделюсь своим видением. Понято. Что такое амбассадор? Ну, я считаю, что есть как бы некие три параметра у амбассадора, но они должны быть, чтобы можно было отличить амбассадор или не амбассадор. Первый параметр – это личный мотив. То есть, у человека должен быть личный мотив заниматься каким-то из направлений амбассадорства. Почему я занимаюсь этим? Потому что у меня огромный личный мотив переворачивать негодяев. Потому что я насмотрелся этих негодяев за много лет жизни в Америке, которые потрепали нервы, можно сказать. И у меня есть личный мотив заниматься в области безопасности. Потому что эти негодяи, они постоянно устраивают неприятности, и, да, можно сказать, веселую жизнь людям, которые просто пытаются зарабатывать деньги, как-то жить. Поэтому личный мотив – это один из факторов. Следующий фактор – это взаимное доверие. У амбассадора должно быть некое взаимное доверие с руководством института. То есть, ну и некий уровень доступа. Уровень доступа как бы к неким инструментам, которые решают те или иные задачи. Под инструментами вы что сейчас понимаете? Ну, смотрите, вот есть разные у людей проблемы, задачи, которые нужно решить. Их нужно решить с помощью чего-то. Ну вот, у института есть набор чемодан-инструментов. Поэтому я как амбассадор могу зайти к первым лицам, к Константину Владимировичу, к Олегу Викторовичу сказать, есть как бы такая ситуация, можем ли мы как бы помочь, так сказать, решить такую-то задачу, такая-то организация, задача непростая. Ну, то есть есть некий... Можно сказать, доступ к ресурсам, опять-таки к инструментам, которые позволяют решать нестандартные задачи, какие-то сложные. Да. Точнее бороться с теми же негодяями. Именно так. Хорошо, а можно какой-то, может быть, более конкретный пример, с чем вы столкнулись в плане ваших личного мотива, вы говорите, сталкивались с теми, с теми, то есть как это на вас отразилось, на вашем бизнесе как-то отразилось, на вас лично? Ну, смотрите, вот когда даже институт, так сказать, зарождался, я как бы так косвенно участвовал вот в этой войне с этими негодяями, которые нападали на некие структуры, которые принадлежали человеку, который основал этот институт. И, то есть я наблюдал за тем, как это происходило, то есть насколько это подло, нагло, то есть, ну, ну, понятно, они просто зарабатывают, для них это просто заработок, но мне казалось, что это ужасно, ужасно, поэтому я участвовал, так сказать, в неких, ну, вопросах, где надо было разрешить, так сказать, некие ситуации, и там насмотрелся, потом я много лет жил в Америке, где эти, все вот эти, эти плюшевые такие дядюшки, которые притворяются очень добрыми, типа, они все такие хорошие, добрые, справедливые, всегда там за человечество, за жизнь, а на самом деле они, ну, большинство из них тоже негодяи, которые просто воруют деньги у людей, ну, более изощренным путем, я бы так сказал, да, то есть, то, чем лично я сталкивался, в чем мой личный мотив, вот как я вижу, это именно то, что на рынке очень распространено, скажем так, запихивание определенных таблеток, вот тебе таблетка от этого, от этого, например, в формате какого-то информационного курса, тренинга и так далее, когда разные гуру со сцены начинают что-то предлагать и, по сути, давать некую волшебную таблетку, вот тебе достаточно сейчас заплатить денег в кассу, мы выдадим тебе некий набор продуктов, дисков, брошюры и так далее, и у тебя все станет, скажем так, на свои места и так далее. И лично моя история это в том, что там в течение 12 лет я был потребителем таких таблеток, которые, по сути, возможно, даже снимали какие-то симптомы, но не решали изначальную глубинную проблему. И поэтому я был постоянно в поисках решения того, чтобы получить некие фундаментальные знания, которые помогут мне на самом деле добиваться результатов. Для меня по сути негодяями вот американскими являются те инфобизнесмены, которые вещая со сцены продают некие волшебные таблетки, за которыми стоит, по сути, не решение твоей задачи, а скорее ниточка, удочка, не знаю, приманка, которая ведет тебя к следующему их продукту. И ты, по сути, становишь их заложником. Начинается все с банальной какой-то книги, там условного богатого папа, бедного папы, например, с которого потом начинается вот это круговорот заблуждений, в которые ты впадаешь и потом из него вылезти крайне тяжело, если тебя не начинает, скажем так, выдергивать. Поэтому для меня личный мотив, наверное, вот в этом заключается. Да. Есть такой хороший личный мотив. Окей. Хорошо, а вот вы рассказали немного про институт информационной безопасности. а можете чуть подробнее рассказать, чем он занимается и какая, скажем так, ключевая сейчас задача или в чем актуальна сейчас деятельность Института информационной безопасности. Сейчас самое актуальное, так сказать, будет 27 марта, то, что будет некий круглый стол в институте. Ну, это как бы не физически, это будет в Зуме, мы в 21 веке, то есть тут есть возможность, собрались некие эксперты с разных стран и они будут обсуждать новую паратигму безопасности вот в финансовом секторе. И это, кстати, вот то, что вы затронули, очень тоже похоже. То есть вот, знаете, есть некие структуры, которые обучают каких-то безопасников там как-то что-то обезопасивает, обезопасивает этот бизнес какой-то там финансовый бизнес. Ну, я сколько не читаю, но он не работает, но постоянно исчезают деньги. Вот я сегодня утром смотрю там, ну, просто подписан на разные эти, кто-то там перевел 90 миллионов долларов по ошибке, то есть банковский работник нажал какую-то, ну, как, я не знаю, как это возможно, ну, вот 90 миллионов перевел случайно. речь, какое-то физическое, это охрана в офисе или, не знаю, антивируется на компьютерах несколько. Я думаю, что я, как бы, так, ну, подглядывал за подготовкой круглым, этого круглого стола, это не физическая безопасность, физическая безопасность, ну, она работала раньше, а сейчас как, сейчас деньги просто исчезают, как они исчезают, все говорят, эти, гипер, гипер преступники, сайбр, сайбр эти, атаки, то есть, некие хакеры, которые, какие хакеры, да, а я сижу и читаю, IBM проводила исследование, 95% этих гиператак, я просто привык к английскому, гипер, да, или как, сайбр, сайбр, ну, кибер, 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 кибератаки, да, сайбр, атакс, 95% сайбр, атакс, они, ну, могут быть сделаны только из-за того, что существует человеческий фактор, то есть, кто-то совершил ошибки, 95%, то есть, это не то, что показывали в этих фильмах, где сидят эти хакеры, взламывают какие-то системы, никто ничего не взламывает, этот, сейчас я вам скажу, Джон Макафи, знаете, Макафи, это программа, которая противовирусная, антивирусная, это создатель, создатель этой программы, он говорит, ребята, намного проще взломать человека, чем взломают, то есть, это человек, который создал программу антивирусную, которая тебе там должна что-то обезопасить, какую-то систему, он сам говорит, что намного проще взломать человека, чем систему, и этим всем пользуются, взламывают людей, как бы, а что значит взламывает людей то есть отмычку какой-то берут из да ну ломается вот смотрите чтобы украсть как бы деньги из банка надо как минимум понимать ну как это можно сделать то есть у тебя должен быть человек в банке вдруг какой-то клерк у которого и дальше есть вам еще какой-то друг который выше работает ну то есть это некие инсайдеры с помощью инсайдеров это все происходит поэтому ну как это прошло этот айдер излом это одно и то же то есть вы говорите через там неопыт нас и какой-то там ошибки людей совершаются да какие-то тогда и словно подсадные люди которые вот это это может быть комбинация то есть это может быть из-за тупости людей то есть они им просто прислали какой-то e-mail то есть они получают e-mail нажимаю там что-то короче что происходит из-за неподготовленности этого человека фишинг закидывает какие-то файлы этих манку этих вариантов просто тысячи как 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 это может произойти то есть до пример пришел кто-то тебе домой ты там работаешь в банке он тесто вставил флешку пришел лампочку чинить вставил тебя флешку в компьютер короче вытащил там все сделал ну тысячи тысячи вариантов как это происходит к чему я как бы веду что ну человеческий фактор является проблемой они вот эти сайбр садов это гайз до бэдгайз а просто они они ничего не смогут сделать из для них надо будет вложить огромное количество денег и времени чтобы ну реализовать свои эти всякие замыслы а зачем если есть достаточно людей которые достаточно идиотов которых можно или взломать или ну сделать так чтобы не согласились на сотрудничество то есть видите тут может быть и как бы человек намеренно на это идет а может просто от тупости отдать информацию может быть это подправа еще может быть какой-то некий шантаж когда есть какой-то про компромат на человека в безусловно структуры безусловно под определенным уровнем давлением будет делать то что необходимо конечно умышленникам конечно так и происходит хорошо как от этого защититься что что с этим делать то есть вы как бы спросили что сейчас самое актуальное я вот сейчас просто себе сделал скриншот актуально то есть актуально вот круглый стол на этом круглый столе будут обсуждать люди с разных стран вот если эту проблематику и ну то есть я считаю что это в этом и есть проблема но после круглого стола уже некая мировая общественность ну то ли согласиться с этим то ли не согласиться то есть поэтому а как с этим бороться ну есть способы то есть институт информационной безопасности он давным-давно эксплуатирует как бы вот эти все способы борьбы с этой глупостью с человеческим фактором то есть уменьшать ну как бы процент к некий того что может произойти что-то какая-то ошибка институт это очень хорошо делает и давно это делает с бизнесами которые с ним сотрудничают корпорации бизнесы но ну вы же понимаете что во всем мире это это какой-то там один процент ну этих бизнесов очень маленькое количество поэтому вот будут собирать некую общественность мировую и обсуждать все ли так думаю или все ли до сих пор думают что это гибербезопасность и на как-то обезопасить посмотрим не саму интересно посмотреть что думают эти люди то есть это некий новый взгляд уже на теку на текущий 10 и что например кибербезопасность она уже не актуальна актуальна уже то что ориентирована на людей на так называемых и инфекцию правильно да по поводу вот где-то cyber security то есть это как элемент безопасности просто знаете но очень трудно ездить на колесе нужна машина а вот они пытаются ездить на колесе на одном и у них ничего не получается и они дальше они покупают новые колеса шипы ставят вкладывают деньги все равно машина не едет вот мы и как бы на этом круглом столе вот будем так сказать предлагать общественности так сказать вот этой бировой общественности связанной с финансовым финансовом секторе как можно было бы решать эти задачи ну а предложить есть что потому что ну институт уже много лет решает эти задачи в своих предприятиях в партнерских предприятиях то есть они уже много лет этим занимаются и есть что предложить поэтому ну вот это cyber security она никуда не денется она просто колесо то есть можно сказать мы достраиваем сейчас устраивается до полностью машина да там шасси второе колесо конечно безопасность это комплексная вещь да вот кэтлин карли я себе записал ее имя кэтлин карли она вот одна из первых насколько я знаю в америке которая открыла такую новую дисциплину новая дисциплина до называется соушил сайбер security и она начала объяснять с ней согласились то есть с ней американской вот это собственно согласилась что блин да действительно ты права что вот в этой безопасности нужен мульти дисциплинарный подход то есть нужны профессионалы с разных наук чтобы мочь как-то это все ну то есть построить то есть она приходит тому что нужно строить машину и она дала этом это этому феномен название то что раньше не было такого названия и знаете институт информационной безопасности очень долго этим занимался но он не мог вот как раз в америке например объяснить что это такое а теперь но есть термин social cyber security то чем занимается так сказать но одна из хорошо вы говорите мульти дисциплинар то есть сюда входит и так понимаю психология уже к это да то есть чтобы понимать поведение человека да 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 может быть социология психология да то есть там все не помню ну там много разных дисциплин которые тоже должны как бы работать как единое целое то есть это как раз вот коробка передач моторы остальные колеса кузов ну то есть было но без этого не работа поэтому по сути рассмотр рассматривается как целостная система и человек и система и человек в этой системе как они взаимодействуют какие происходят реакции при определенных нагрузках давление и так далее да вот вы смотрите если вы посмотрим на преступления финансовые которые ну происходят их кажется что достаточно много вам постоянно откуда-то украли миллиарды кого-то в банка усчезли миллионы но прикол в том что мы знаем только а 10 процентов 90 процентов они не афишируют я общался ну я общался с банкирами с разных стран и они говорят что ну конечно банки не будут тебе говорить что вот у них блин каждый день что-то происходит они не будут говорить это просто репутацией ну конечно они вся система просто рухнет то есть они пытаются себя как-то держать на плыву пытаются ехать на этом одном колесе ну вот не едется на одном колесе поэтому шо вы говорите есть решение уже в течение там определенного количества лет работает институт информационной безопасности с предприятиями а что именно внедряется какие инструменты позволяют как раз подготовить предприятия людей в этом предприятии для того чтобы предотвращать предотвратить какие-либо угрозы смотрите я не являюсь преподавателем как бы в этой отрасли поэтому как это происходит ну я честно говоря само преподавание ну даже не могу предположить как это будет чтобы то есть ну я не знаю как преподается это я знаю что я этому как бы обучался ну проходя через некие вот ситуации смотрел как реагировал институт как он справлялся с задачами в разных как бы ситуациях как люди в институте учились я не знаю я просто смотрел на то как они решают эти задачи то есть мастерски ну и проблемы просто исчезают ну то есть их как бы они их заранее клинит как это будет происходить то есть ну как они будут передавать эти знания и без понятия на как предприятию подготовиться к этому то есть уже только когда что-то случилось да то есть их вот так делают много так делала там не начинает думать головой что делать как предотвратить это можно ли как-то обезопасить себя заранее можете в институт в этом помочь то есть если есть понимание что случае взлома да то есть это может быть фатально для предприятия то есть им надо как-то заранее подготовиться самый простой способ это вот если смотрят это видео некий сису банка да вы идете к своему руководству говорите выделите нам деньги на вот этот тренинг потому что иначе нас взломают и я скажу что вы не видели ли мне деньги я не получил тренинг нас взломали поэтому идите обратитесь вы как бы получите подготовку которая позволит вам клинить вот эти все моменты связанные с безопасностью я бы я бы поступил таким способом уже выше все равно это делаете просто вы идете и покупать еще какой-то курс cyber security не работает одно колесо нужна машина да то есть я я не говорю что это будет просто то есть обучаться этому надо если вы хотите результат этому это можно сделать вопрос от того как подготовиться предприятие существует какие-то инструменты может быть сервисы в институте информационной безопасности который позволяет предотвратить возможную угрозу атаку либо отразить его танку есть такой сервис до тестирование некая называется проактивная защита тестировано тестирование на проникновение то есть берется вот некая структура банк например и начинают вот тестировать как бы с каких сторон каким людям можно зайти у кто более подвержен с вот этой social engineering социальной инженер кто более подвержен так сказать кто вот самое так сказать слабое слабое звено да то есть и прогоняется полностью вся система то есть все точки входа прогоняются делается отчет и предприятию предлагают вот эти все дырки ну затыкать это знаете у меня есть друг айтишник он говорит а так это стресс-тестинг это там я честно и тестинг называется да да я в компьютерах не ну не очень как будто я не айтишник не этот но насколько я понимаю они как-то загружают именно систему ну компьютерную там как-то давят на нее да это не то тут давление больше на человека до заболевания человека на источник проблемы это человек то есть моделируется как бы многовекторная атака которая максимально приближена к жизни и знаете можно на этот банк на эту структуру дать такое давление что он ну развалится то есть вот они не хотят как бы это понимать что но есть некий уровень даже давление он раз поэтому здесь она снизу как бы идет давление начинаю смотришь какие так сказать возникают проблемы и насколько я понимаю это постепенно растущая нагрузка и под этой нагрузкой выявляются слабые звенья при необходимости как раз таки создаются дополнительные регламенты возможно меняется люди либо проходит они дополнительную подготовку для того чтобы в последующем справляться с подобными уровнями нагрузки стресса и не по крайней мере знают что такое может быть многие от незнания не понимают как вести себя в той или иной ситуации например попал вирус на компьютер все паника сердце в пятки ушло капец какое-то подразделение например остановилась да то есть и вот как раз эти нагрузки я понимаю они помогают прояснить вот эти слабые звенья и потом посадить людей смотрите смотри банальной ситуации тебе попал какой-то там червяк на компьютер он передал там данные пароли и так далее теперь это уязвимость для всей системы целиком понимаю что это произошло по банальной твоей глупости что ты открыл непроверенный файл либо зашел на рабочем месте в например и поигрался в игрушку да причем насколько я знаю есть какая-то статистика что там более 20 процентов сотрудников предприятий так или иначе на рабочем месте играет в онлайн игры для снятия стресса там и так далее тем более начиная с двадцатого года к видного года когда люди перешли на удаленки строй уровень стресса еще вырос больше и когда они сидят дома их никто не видит они с удовольствием заходят в онлайн игры которые передают и логины и пароли и скачивает все там данные с браузера то есть по сути и не больше не это делают этого компьютера ну рабочего 2 с рабочего компьютера да то есть все точно вот так как вы говорите но чтобы было еще более понятно зрителю я бы объяснил с точки зрения в военной модели то есть смотри чтобы научить ваших людей как бы воевать нужно устраивать им полигоны то есть максимально приближенные как бы вот к настоящей атаки сценарии на протяжении месяца например то есть они должны слышать эти выстрелы которые пули летящие то есть они должны считать что это настоящие как бы настоящая ситуация настоящий настоящая война и здесь вы можете посмотреть на как кто из ваших сотрудников посыпется кто может справляться как бы с этими ситуациями кого можно дальше тренировать колодка в принципе он просто загнулся и сдался ну такие тоже бывают поэтому то есть кто как себя про я стрессовой ситуации да совершенно неожиданные реакции да то есть у нас сейчас вы как бы во всем мире такое впечатление что война идет поэтому я думаю что вот эта модель войны она должна быть понятно то есть смогут ли ваши сотрудники выставить с вами вот некую войну которая длится например месяц смогут или не смогут как они будут действовать понял александр я благодарю вас за сегодняшнюю встречу то есть мне было интересно погрузиться вот в этот мир информационной безопасности он мне не понаслышке тоже интересен и я с ним него неоднократно сталкивался поэтому для меня это был ценный разговор я думаю мы встретимся 27 числа на круглом столе да да очень приятно спасибо